В Москве прошло уникальное спортивное мероприятие Кубок чемпионов по дронрейсингу Второй день происходит чемпионат по дронрейсингу Здесь пилоты из разных уголков мира Участвуют, соревнуются, пытаются доказать, кто лучший в мастерстве Это целая серия спортивно-развлекательных мероприятий Направленных на развитие беспилотных авиационных систем А главными летательными аппаратами здесь являются дроны и квадрокоптеры Для чемпионатов в одном из павильонов ВДНХ Инженеры построили сложнейшую трассу длиной около 300 метров В ходе соревнования дроны могли развивать скорость аж до 140 км в час Чемпионат по дронрейсингу, а также пресс-конференцию Вел известный теле- и радиоведущий Александр Анатольевич Такое огромное помещение, где много людей И все заняты одним, в общем, не сразу понятным делом Но когда начинаешь вдаваться в детали, понимаешь, что увлекает То есть еще немного, и я совершенно спокойно могу втянуться в эту историю Это азарт Дроны на сегодняшний день используются все больше и больше Они используются как и в транспортных целях Для доставки грузов, товаров Но также они очень активно используются на сегодняшний день Все больше и больше используются в телевизионной отрасли На пресс-конференции журналисты могли задать свои вопросы, но не только К примеру, наша команда Европа Плюс ТВ даже получила презент от Триколор ТВ Самый настоящий дрон Согласитесь, это отличный подарок к Новому году За музыкальное настроение событий отвечали такие артисты, как Лоя, Данте и Ваня Чебарна Держи меня ближе, ближе Ты с темною лучше И болеешь снова И я стану лучше Держи меня ближе, ближе Сердце к небу выше Я растворяюсь снова Я растворяюсь в жизни Я себя почувствовала на один день парнем На самом деле, мне кажется, именно сегодня Такой день для мальчишек Сегодня все, что им нужно, все, что интересно, находится здесь Все всегда это воспринимают как какую-то игрушку Оказывается, это не хилый спорт уже Игрушки превращаются в профессиональный спорт Точно так же, как и геймеры становятся миллионерами У меня такая была первая мысль, что я попал в будущее Знаешь, ощущение, что в Стартрек все дела Все это сейчас оживает на моих глазах Я первый раз вообще это вижу Я не знал, что существуют такие соревнования Круто, что пригласили, прям мне интересно Я бы сам погонял Первое место в индивидуальном зачете занял Илья Волков из Москвы На награждение даже приехал помощник президента России Игорь Евгеньевич Левитин Чтобы лично вручить награды всем победителям Сейчас все будущее транспортной отрасли идет к беспилотникам Сначала вот к управлению, да, такое, как называется, коннективити То есть то, что делает умный автомобиль Умные дороги, умные города И будущее этого, в принципе, это все беспилотные технологии Дронрейсинг – это не просто интересный спорт Это уже даже серьезный шаг в будущее транспортных технологий Вы смотрели программу Hot News на Европа Плюс ТВ Игорь Евгеньевич Левитин